На самом деле проблема стоит куда острее. Сама статистика преступлений по 228 вызывает кучу вопросов. Смотрите, столько людей сажают по 228. Только в прошлом году село 88 420 человек. Затем случается вообще магия. Тюрьма грозит, если у тебя изъяли значительный размер веществ. И вот имея при себе 2 грамма гашиша, можно уже готовиться к присядке. Как думаете, сколько грамм находят чаще всего? Ровно 2 грамма. И далее 3, 4, 5. Такая же ситуация с марихуаной. Там чаще всего, удивительным образом, находят около 6 грамм. Ровно по границе значительности размер. Посмотрите внимательно на эти пики. Если бы я был ученым, я бы сказал, что это аномальное распределение данных. Как будто все обвиняемые носят с собой ровно столько, чтобы наверняка присесть в тюрьму. Выверяли, так сказать, до миллиграмма. Чтобы не дай бог не оказаться на свободе. Вот уже прошел месяц после исторического дела в современной России. И помимо отставки двух, пусть и высокопоставленных силовиков, действий не было. Напротив, последовали, так сказать, странные дела. Права собственности на недвижимость предполагаемых заказчиков Голунова, главы УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его заместителя Марата Медоева, изменили. Вот так взял Росреестр и сказал, что домом за 65 миллионов рублей теперь владеет Российская Федерация. Класс. Мы все знаем, насколько у нас короткая память. Один хайп сменяется другим, и уже через две недели нас интересует новый инфоповод. Но я верю, что история Голунова впишется в историю России. И мы просто не имеем права позволить себе забыть. Забыть, что только объединившись у нас есть возможность одолеть Гидру.